В честь Дня города 14 июля мэр областного центра Юрий Гришан провел торжественный прием для магаданцев, внесших значительный вклад в социально-экономическую и общественную жизнь города. Юрий Федорович напомнил людям об успехах, которые достиг Магадан за прошедший год. Именно в этом году областной центр достоили звания «Город трудовой доблести». Это высокая оценка за вклад у наших земляков в Великой Отечественной войне и для тех, кто потратил много сил на возведение города. Более того, сегодня столица Колымы максимально развивается и идет с миром на одной волне. У нас строятся новые жилые комплексы, школы, родильный дом, детский сад. Также ведут реконструкцию величайших монументов, ремонтируют дороги и облагораживают территорию всего города. Одним из наиболее важных событий в истории Магадана стало открытие мемориала Героя Малсиба на 9 мая в честь 75-летия Великой Победы. Памятник посвящен подвигу личного состава первой перегоночной краснознаменной авиадивиссии воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Это один из ярких и гирогических моментов в истории Колымы. И, конечно, мэр не мог не вспомнить 2020 год. Прошлый год был сложным для всех. Всемирная пандемия диктует свои условия. Нам пришлось пересмотреть большинство планов, перевести работу в онлайн-формак, установить нормы и правила пребывания в общественных местах и учреждениях. Но мы справились. Сейчас практически все отрасли вышли на докризисный уровень. Энергетика, рыболовство, сельское хозяйство, грузоперевозки во всех сферах городской жизни продолжается поступательное развитие. Все успехи и достижения города стали возможны лишь благодаря его жителям. Именно поэтому в такой знаменательный день и прошло награждение различными званиями и памятными знаками. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданину России и других государств за особые заслуги перед Магаданом и регионом. За выдающиеся заслуги в социально-культурной деятельности, способствующей развитию музейного дела, сохранению культурного и исторического наследия областного центра, звание «Почетный гражданин города Магадана» посмертно присвоили Сергею Павловичу Ефимову. Почетный знак передали его дочери Ане Зайцевой. Для поздравления магаданцев от лица правительства в Магаданской области пришел вице-губернатор региона Андрей Калядин. Он считает, что город будет развиваться и в скором времени все те, кто скептически относился к работе муниципальных органов, будут менять свое мнение, замечая новые объекты и изменения окружающей среды в целом. Я считаю, что у Магадана очень хорошее будущее, и в нем будет интересно жить, отсюда не будет приезжать, я надеюсь на это, тенденция к этому заметна, и ваш вклад в этот процесс не оценит. С праздником вас! Уже на протяжении 15 лет проводится конкурс «Меценат года города Магадана». Цель его проведения является активизация и развитие благотворительной деятельности на территории областного центра. И кроме этого, в номинации «Поддержка образовательных учреждений» одним из победителей стал депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. Несмотря на то, что у него уже есть три аналогичных памятных знака, он все так же рад и благодарен за оцененный вклад и не планирует прекращать оказывать поддержку в различных сферах. В первую очередь, уважаемые магаданцы, хочу поздравить вас всех с замечательным праздником, с Днем города. Уже четвертый раз получаю замечательную награду. Каждый раз в зале вижу все новые и новые лица, да и даже все те же лица. И на самом деле очень приятно, что очень много неравнодушных магаданцев к нашему городу, к нашему краю присоединяется к поддержке как города, так и, собственно говоря, населения. Поэтому огромное вам всем спасибо. Из года в год премия «Человек года» становится все более и более значимой и уважаемой. Звание главного лауреата премии за 2020 год получила Елена Кузьменко за достижения в сфере здравоохранения. Елена Владимировна считает, что главный успех – это то, что она работала в команде. В команде людей, которые сделали невозможное. Из небольшой больницы они создали ковид-центр с профессиональным и мощным оборудованием – реанимацией. Более того, они также призвали много грамотных врачей. Поэтому только работая в команде, может получиться что-то поистине большое и стоящее. Я очень тронута такой высокой наградой от города Магадана. На самом деле, я честно скажу, что никаких особых заслуг за собой я не отмечаю. Просто я честно работаю на благо здоровья всех жителей Магаданской области и всех жителей славной столицы Колымы. Продолжение следует...